Привет, с вами Алексей Архипенко. Сегодня продолжаю рассказывать про систему Nodes Typer, преобразующую текст в музыку. В прошлом видео мы остановились на сопоставлении клавиш и нод и рассмотрели два варианта сопоставления. Статическое и динамическое. Статическое сопоставление, собственно говоря, это лейауты. И динамическое сопоставление, это правила, которые формируют подходящее сопоставление для каждой конкретной записи. Начало мы уже посмотрели, то есть это случайное сопоставление и правила, связанные с частотностью, то есть распределение самых частых клавиш в басу, в верхних частотах, в центре. И дальше переходим к остальным правилам. Эти правила, на самом деле, можно было бы выделить в отдельный, наверное, блок. Но я решил оставить их здесь, потому что, в принципе, основная концепция та же. Это некие правила, на основе которых формируется сопоставление. И их особенность в том, что здесь мы говорим уже о конечной мелодии. То есть мы говорим о том... Я бы даже сказал, говорим только об интервалах конечной мелодии. То есть о расстоянии между соседними нотами в полутонах. Соответственно, что можно сделать с этими конечными интервалами? То есть можно, например, сделать их самыми маленькими. Что это означает? Это означает, что система попробует подобрать такое сопоставление клавиш и нот, при котором суммарное расстояние между соседними нотами будет минимальным. То есть это задача оптимизации с точки зрения математики. И что это даёт? Это даёт результат, который совершенно недостижим алгоритмическими методами. То есть его фактически можно получить только испробовав кучу вариантов. Что с системой делать? Поэтому эта обработка достаточно длительная. И для больших текстов, для длинных текстов, может занять до минуты даже. Ну, мои самые длинные тексты, вот, например, такое количество символов, вот «Осенний крик» и «Ястреба», наверное, вот он занимал, по-моему, где-то по 20-30 секунд обработка. Ну, текст достаточно длинный. На самом деле, сомневаюсь, что кто-то запечатает ещё более длинный текст, хотя всё возможно, и поэтому на всякий случай предупреждаю. Давайте посмотрим, собственно, эти правила. То есть, ну, можно минимизировать или максимизировать интервалы. То есть, соответственно, максимизация интервалов – это приведение к состоянию, когда у нас будет самое большое количество длинных скачков. При этом длина скачков будет как можно тоже длиннее. А также можно избегать определённых интервалов. Например, избегать тритонов и септим. Соответственно, мы избегаем, собственно говоря, диссонансных интервалов. Можно, наоборот, избегать, например, чистых консонансов, абсолютных консонансов. Можно избегать относительно консонансов, терции, секст. Можно избегать секунд. Или можно действовать наоборот. То есть, избегать всего, кроме диссонансов, всего, кроме абсолютных консонансов, всего, кроме относительных консонансов, всего, кроме секунд. То есть, ну вот, в принципе, возможные правила, которые можно задать. Да, кстати, вот эта длительная обработка, она идёт только один раз, и затем при повторной обработке уже всё быстро, потому что результат обработки кэшируется. Независимо от того, меняем ли мы что-то ещё. Главное, что мы хоть раз выбрали, например, правило минимайз интервалов для этой записи, и минимайз интервалов уже для неё посчитался. Значит, вот пример работы этих алгоритмов. Значит, ну, здесь примеры приводятся на базе двух записей. Это, значит, вот такой текст, в котором частоты распределены определённым образом. И это вот такой текст. Более длинный текст, какой-то человеческий уже. Вот, соответственно, если мы минимизируем интервалы, то, в принципе, в общем-то, стандартное распределение, самая частая нота внизу, самая редкая наверху, оно подходит, и, в общем, улучшить его никак нельзя, поэтому алгоритм останавливается на этом же распределении. Для текста, конечно, это уже не так. Ну, потому что здесь более сложные взаимосвязи. И что можно здесь заметить? Что, в принципе, как бы, ну, прослеживается такое похожее взаимодействие, как при использовании правила самой частой клавиши в басу, на самом деле. То есть, у нас в нижней части вообще экрана самые частые, оказывается, клавиши. Вот, но есть отличие, например, буква О, которая вообще частая, она оказывается там, оказывается в середине. Вот я сделал для примера как раз обработку этого трека правилом самой частой клавиши в басу. И видно, что небольшие отличия есть. Например, буква О находится ниже. Вот, но в целом, вот, соответствие достаточно полное. Там Е, Т внизу, К, В, Ку, З, П наверху. То есть, в принципе, мы то же самое получаем и при использовании этого алгоритма. Вот, небольшое техническое отступление. Хочу сказать, что, значит, алгоритм оптимизации вообще делает все это следующим образом. Он выстраивает буквы, значит, в последовательности самые частые клавиши в басу, на самом деле. И вот этой последовательности, да. И затем начинает, ну, пытается как-то обменивает любые две клавиши местами. И смотрит, получилось ли лучше. То есть, дальше смотрит весь текст и суммирует, в общем-то, длину интервалов в данном случае. Вот, и если получается, что суммарная длина интервалов меньше, то он зафиксирует этот вариант. И дальше опять в этом варианте пробует все возможные обмены произвести. Такой подход, он имеет, конечно, два минуса. То есть, во-первых, он в некотором роде привязывает нас к начальной позиции. Ну, вот, потому что невозможно полностью эту позицию диаметрально изменить таким алгоритмом. То есть, ну, иногда можно, если действительно мы можем двигаться плавно и оптимизировать постепенно, получая все лучшие результаты. Но, конечно, не всегда оптимизация возможна. Таким образом, и мы, в общем-то, часто привязываемся вот к такой ситуации. Например, можно было бы все это развернуть в обратную сторону, получить тот же результат. Например, Е был бы здесь. Но алгоритм никогда не дойдет до такого состояния, потому что ему нужно сделать слишком много шагов. И часть этих шагов нужно будет сделать в сторону повышения. Ну, и второе, конечно, последствия такой итерационной оптимизации, как всегда, это проблема нахождения локального минимума. То есть, возможно, это распределение не самое оптимальное. Но, так или иначе, оно гораздо лучше, чем могло бы быть. То есть, все равно вот с таким количеством, например, 24 клавиши перебрать все возможные комбинации невозможно. Их слишком много, эти комбинации. Поэтому, собственно говоря, такая локальная оптимизация имеет определенный смысл. Ну, а если говорить о маленьких рядах, то есть, о маленьких, точнее, записях, где клавиш не так много, там, в общем-то, довольно точный результат получается. Несмотря на то, что там не все варианты, опять же, просматриваются. Вот в примерах у меня есть даже целых два примера на минимизацию интервалов. Это минимизация интервалов в диатонике и в хроматике. Вот это в хроматике. Вот слышно, что мелодия стала более плавной. А вот минимизация в диатонике. То есть, соответственно, это одновременно и минимизация, и увеличение уровня консонансов. Потому что, в принципе, минимизация интервалов, она не означает, в общем-то, повышение консонансов, значительного. Ну, разве что, значит, короткие интервалы становятся чаще, там, тритонов септим, в принципе. То есть, некоторое увеличение консонансов есть, но небольшое. Вот это на диатонике. Вот, ну, вот такие варианты. Кстати, если вот посмотреть вообще, собственно, результаты этой обработки, которую мы сейчас слушали, то будет видно, что на самом деле не факт, что здесь самые частые буквы находятся в басу. То есть, здесь, например, вот OE находится, например, в середине, а внизу находится и ST. Вот, если же распределить most frequent in bass, то OE находится уже в басу, да? То есть, ну, в общем, тут мы сейчас видели, что, в общем, самые частые клайши, они стали располагаться где-то ближе к центру. И вокруг центру уже стали группироваться интервалы. Ну, такое распределение. Следующее правило распределения – это максимизация интервалов. И максимизация интервалов, в принципе, приводит к такому же результату, как самые редкие клавиши в центре. Потому что, в общем-то, это наиболее выгодно. Интервалы между самыми частыми клавишами встречаются наиболее часто. Вот. И, в общем-то, все так и есть. Но, если посмотреть, опять же, более внимательно, то видно, что, например, оказывается, что согласные в основном перемещаются в одном направлении, а гласные в другом. Потому что в основном же у нас как раз интервалы между согласными и гласными. А вот буква temper находится в гласных, потому что в английском языке часто после нее идет буква h. И это очень частое вообще сочетание, да, то есть the. Поэтому the распределяется как раз вот таким образом по самым краям. Это самое частое слово, самое частое сочетание. Вот. А все остальное – это в основном гласные. Вот g сюда тоже попало, потому что после g тоже идет h часто, да. А потом t там часто идет после h, ну и так далее. То есть, здесь уже учитывается не просто частота. Если бы мы распределяли просто по частоте, ну, у нас бы было бы тут o, e там, да. Ну, то есть, можно даже распределить, в принципе, этот текст по частоте. list frequent in center. Вот. Ну, то есть, на самом деле, the, кстати, опять… А, the распределилось неудачно. То есть, как бы, t, h, а потом короткий интервал, да, вот минус. То есть, не видно, чтобы были гласные, согласные, естественно, распределены, потому что просто подряд заполняются вот эти ноты. Там первая, последняя, первая плюс один, последняя минус один и так далее. И, соответственно, это дает не самый выгодный результат. Обращаю внимание, кстати, на то, что вообще вот здесь, в пианороле, не помню, может, говорил уже, черточкой показываются диссонансы. То есть, это диссонанс с предыдущей клавишей, с предыдущей нотой. То есть, ну, в данном случае, например, если here's to the… То есть, вот диссонанс между буквой t и буквой h. Почему? Потому что это соль, а это ля. То есть, это получается у нас, ну, септима, да, малая септима. Вот. Ну, малая септима через, там, одну, две, три октавы. Вот. Соответственно, и внизу показывается количество этих черточек, на самом деле. То есть, это такая некая статистика, уже тоже там детали, да, может быть, там, мало кому нужно. Но это интересно при исследовании. И вот хочу обратить внимание на то, что если мы делаем, например, list frequent in center, то мы получаем 87 диссонансов. А если мы делаем maximizing intervals, мы получаем гораздо больше диссонансов, да? Вот. Потому что мы гораздо больше получаем длинных интервалов. Хотя, кстати, связь неоднозначна, непонятно почему. Вот при минимизации интервалов получается 63 диссонансов всего. Потому что мы во многом с помощью секунд решаем все. А секунды не считаются здесь диссонансами, потому что это не одновременное звучание, а последовательное. А вот если most frequent in bass, то диссонанс получается немного больше. Потому что здесь не всегда удается минимизировать именно расстояние и убрать там тритоны, вообще избежать их, да? Ну а, собственно, следующие уже варианты как раз нацелены, следующее правило как раз нацелено уже, собственно, на конкретные интервалы. То есть, например, избежать тритонов и септим. И мы получаем довольно такое странное распределение уже непонятное. То есть, здесь сложно проанализировать уже статистически. Вот видно, что здесь некая группировка частых, например, нот, но также есть частые ноты, например, здесь, да? Потому что уже, ну, распределение, так сказать, в пространстве по нотам частых, нечастых уже не такую роль играет. То есть, здесь больше важно уже становится вообще... Кстати, вот интересно, здесь диссонанс всегда. А, нет, это не считается диссонансом, потому что это нона. Но нона в этом алгоритме не считается диссонансом. Ну, собственно говоря, спорное, кстати, утверждение, да? Можно считать их диссонансами, но... Наверное... Ну, то есть, можно, в принципе, доработать, да? Я вообще в какое-то время даже нона вводил, но потом я понял, что это математически слишком неоднозначно и убрал их. Вот, ну, так или иначе, вот, действительно, между частыми клавишами нет тех интервалов, которых мы избегали. Тритон и септима. Вот, а в этом коротком ряду видно очень интересно, что в исходном ряду был только один диссонанс, на самом деле. Это соль... Точнее, ля диез ми. То есть, это диссонанс движения на тритон. Все остальные движения были консонансными. Это либо секунды, либо скачки на расстоянии меньше тритона. И алгоритм, в принципе, за один ход понял, что можно минимизировать все диссонансы до нуля, просто обменяв местами ноты ля и ми. В этом случае у нас просто пропадают тритоны, и единственный интервал между ля диез и ми, он как бы сокращается. Вот. И, в общем-то, дальше ничего делать уже не нужно. Это просто первый, на самом деле, интервал, первый обмен, который пришел в голову алгоритму, который, собственно говоря, делает такую абсолютную полную минимизацию. Поэтому выглядит довольно странно, но здесь вариантов минимизации может быть очень много, потому что избежать этих интервалов можно разными способами. Можно вот G перемести букву ниже, да, переместить, вот, и так далее. То есть, это просто один из вариантов оптимизации. Все они равноценны с точки зрения конечной задачи минимизации вот этих интервалов. Следующая – это минимизация, значит, абсолютных, ну, консонансов. То есть, это кварт, квинт, октав чистых. Вот. Тоже, в принципе, тут не сказать, чтобы что-то очень такое характерное было, но понятно, что как только клавиши попадают на эти расстояния, часто, и не просто частые клавиши, а часто находящиеся рядом, то, соответственно, они перемещаются в какие-то другие места. Что касается вот этого короткого текста, да, в нем тоже очень характерные изменения произошли. Фактически, произошел единственный обмен, опять же, ноты Фа диез с нотой Ми. То есть, и АС поменялись местами. В результате мы просто-напросто избежали кварта, единственного интервала, который здесь был между нотой Ля и Ми. И вот дальше избегание терций и секст. Вот здесь, кстати, вот этот алгоритм, грубо говоря, ну, он имеет, скажем так, этот ряд не изменился, он имеет две терции, как и раньше было, и алгоритм просто не смог его оптимизировать, потому что при любом перемещении количество терций либо увеличивается, либо сохраняется равным 2, да. Вот, в принципе, видно, что избегание терций и секст приводит к достаточно такому равномерному вообще распределению всех букв по... ну, всех клавиш по нотам. Более равномерным, по крайней мере, чем, например, при избегании длинных интервалов. Потому что избегание длинных интервалов приводит к группировкам. Потому что короткие интервалы имеют больше вес, и это выгодно для алгоритма, да. Здесь же вот для терций и для секунд тоже, да, ну, такого не чувствуется. Для секунд даже, наоборот, чувствуется вообще уже разделение на два полюса, наверху и внизу. Вот. Вот. Что касается... Вот, короткого, значит, текста избегания секунд, то он поменялся очень сильно вообще. То есть, обменов здесь произошло много. И конечный результат, он, ну, как бы, А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, он не содержит здесь вообще. Секунд, например, да. Когда же смотрим. А, Б, С, Д, Е, А, Б, С, Д, Е, Ф, да. Вот. Тоже не содержит. То есть, А, Б, С, Д, Е, А, вот. Да, одна секунда есть, да. А, Б, С, Д, Е. Вот здесь секунды нет. А, Б, С. То есть, фактически здесь только одна секунда, на самом деле, присутствует. Вот она, секунда. Все остальное разбито. Ну, это уже хороший результат, на самом деле. Может быть, даже можно было бы сделать и лучше, но, учитывая, что основная проблема – это взаимодействие с буквой А, которая идет после каждой другой буквы, то на самом деле вариантов-то не так много. Все равно какая-то буква соседняя с А будет. И после этой буквы будет обязательно, значит, в этом случае, ну, малая секунда, да. Кстати, большая секунда, ее уж тоже надо минимизировать, да, в данном случае она тоже одна у нас, С. То есть, фактически, вот на соседние две ноты с буквой А нужно расположить буквы, которые не больше, чем один раз переходят на букву А. Ну, а, собственно, таких букв только две. То есть, здесь оптимизация заключается в убирании всех остальных интервалов. Точнее, такие буквы могут быть любые. Все буквы только один раз идут в буква. Посмотрим примеры. Вот очень интересный характерный пример можно наблюдать в обработке короткого текста с минимизом интервалами. Что здесь интересно, это то, что в тексте меняются частоты букв при движении от, ну, как бы, начала текста к концу, да. Если в начале буквы в основном, ну, как бы, находятся в нижней части, да, вот эти буквы, то в конце в основном буквы начинают, значит, наверху находиться. И в этой ситуации алгоритм выбирает фактически два, как бы, кластера. То есть, такое движение. Здесь сначала буквы, значит, находятся близко друг к другу здесь, а затем во второй части те буквы, которые во второй части, ну, в основном используются, переходят друг к другу, они находятся здесь. То есть, и таким образом они не мешают друг другу и не увеличивают расстояние друг между другом, вот, в, значит, смежных, соответственно, ну, вот здесь, здесь, между этими буквами нет вот этих букв, да, то есть, вот таким образом произошла оптимизация, интересно. Вот что касается избегания диссонансов, то, например, есть вот такой, такая обработка, это избегание диссонансов, причем в хроматическом ладу. Вот. И здесь видно, что вообще эта обработка привела к 43 всего диссонансам. И видно, что тут, в общем-то, очень мало вот этих черчек. Если же мы, например, взяли бы рандом полный, чтобы просто с чем-то сравнить, да, то мы получили бы 177 диссонансов. Там было 42, если не ошибаюсь, да. Вот. 43. А вот если мы, наоборот, максимизируем количество диссонансов, то их будет 349, да. То есть, значительно, на самом деле, изменения, несмотря на то, что алгоритм не находит абсолютных максимумов, минимумов, но он оптимизирует там, ну, в 10 раз, получается, разница вот максимального количества диссонансов и минимального количества диссонансов, да. Вот. Смотрим, собственно, вот этот алгоритм избегания всего, кроме диссонансов. И видно, опять же, одно изменение, которое сделал алгоритм. Это перемещение буквы В на расстояние тритона от буквы А, потому что интервал самый частый – это АВ в этом вообще тексте. И поэтому, собственно говоря, такого изменения оказалось достаточно. Все остальное, ну, на самом деле, тут нельзя по-другому тритона добиться или диссонанса. Единственный диссонанс, возможный в таком тексте, это тритон, потому что здесь всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв. И, ну, просто невозможно сделать интервал больше. Соответственно, нужно распределить на крайние позиции буквы, которые наиболее часто приходят друг к другу, что и сделал алгоритм. Здесь избегание кварт-квинт. Ну, здесь много. А, наоборот, увеличение количества кварт-квинт. Ну, здесь, в общем-то, тоже АВ находится на кварте. Квинт здесь нет. И получается, что, в общем-то, единственное, что надо было сделать – это расположить эти буквы. Все остальные изменения, возможно, просто были произведены в процессе движения к этому изменению. То есть, единственное, что здесь влияет – это вот расстояние АВ, это кварта, и количество кварт здесь максимальное сейчас. Значит, здесь ТРЦ. Убегаем всего, кроме ТРЦ и СЭКС. Вот, и тоже очень интересный результат. Здесь между всеми смежными интервалами получается ТРЦ. Причем даже между последней буквой и первой тоже ТРЦ. Но это, правда, только в начале. Потом ситуация как бы меняется. Вот здесь, например, уже не ТРЦ. Здесь уже не ТРЦ, да? Вот. Но здесь… А, но здесь опять С, Д, Е. А, ну да, здесь не ТРЦ, здесь не ТРЦ, здесь не ТРЦ, здесь не ТРЦ, а вот здесь ТРЦ. Ну, как бы, то есть, по крайней мере, алгоритм оптимизировал начало этого ряда. И, ну, то есть, сам ряд исходный, он содержит кучу ТРЦ. И за счет этого получается максимальное количество ТРЦ в конечном итоге. Вот. Ну, а здесь избегание всего, кроме секунд. Двигаться здесь некуда, и исходное расположение, собственно говоря, сохраняется. Вот еще пару слов скажу про варианты распределения по частотам. Здесь мы имеем вот этот ряд. Ну, собственно, тот же текст, который мы сейчас анализировали. Вот этот текст, распределенный по частотам, самые частые клавиши в басу. Вот. Ну, и посмотрим, собственно, как происходит распределение. Вот этот самый частый в басу. Это самые частые в верхних частотах. Абсолютно такой же ряд, просто, наоборот, я даже его не показывал. Вот он идет, А, Б, С, Д, Е, В, Ж, в обратном направлении. Затем, самый частый в центре здесь просто, ну, идет, как бы, последовательно из центра распределения. То есть, сначала центральная буква, затем влево, ну, вниз одна, вверх одна, вниз две, вверх две, да. Вот. По частоте распределяется. А затем самый частый по бокам. Здесь, наоборот, на самую верхнюю попадает первая буква, самая нижняя вторая, потом, значит, на один ниже верхний третий и так далее. Ну, а это распределение мы смотрели, это мажорно-пенто-диатоническое хроматическое распределение. Вот, таким образом мы посмотрели вот сейчас все распределения, которые приводят к некой фиксации клавиши к ноте. То есть, у нас клавиша нота получает некую связку, динамическую или статическую. В следующих видео я рассмотрю остальные алгоритмы. Спасибо, жду вас в моих следующих видео.